Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Я продолжаю свой цикл исторических расследований истории Крещения Руси. Это четвертый ролик обзора. Существует еще один пример перекраивания истории, частично относящейся к теме Крещения Руси. Давно многими историками стало понятно, что смерть Святослава, сына Ольги, на Днепре, дело темное, загадочное и во многом не поддающееся здравым обоснованиям. По книжной догматической версии, Святослав возвращался из похода на Ромеев и на порогах Днепра был встречен превосходящими силами степняков, то есть попал в засаду людей, заранее знавших, где, когда и в каком численном сопровождении пойдет князь Святослав. Немного о степняках. Кочевые племена степняков не отличались большим числом, а уж собрать вместе, даже на короткое время, превосходящие силы, ну это вообще, на мой взгляд, что-то такое нереальное. Ну двигаемся дальше. После двухмесячной осады и боев возле болгарской крепости Доростол, Святослав заключает мир с византийским императором Иоанном Цимисхием на более чем почетных для себя и дружин условиях и отправился осенью по Днепру в Киев. Согласно летописям русским стало известно о засаде степняков на порогах. Вот это вот меня просто поражают эти строки. Вот только представьте себе мужиков после двух месяцев боев, по счастью, выживших и плывущих с прибытком в родные края, и вдруг им стало известно. На мобильник им позвонили, что ли? Поздняя осень. Замерзшие голодные мужики спешат домой практически по родным землям, и тут засада. Да еще заранее известная чудеса, да и только. Но на этом странность не заканчивается. Большая часть дружины во главе с воеводой с Венельном бросают своего князя с горсткой бойцов. Не иначе как. Чтобы обеспечить численные преимущества сил противника. И отправляются степью в Киев. Благополучно туда добираются. Тут Святослав, согласно летописи, конечно, начинает чудить без баяна вообще. Он не только не пытается пройти с остатками дружины в Киев по степи, но и остается зимовать где-то в районе Днепровских островов, на берегу или на самих островах. Голод, лютый зимний холод и болезни окончательно ослабили и без того невеликое войско Святослава. Но он и тут не успокаивается. Ищет смерть на реке. И в конце концов, конечно, успешно ее находит. Вместо того, чтобы хотя бы попытаться уйти из степи, странности хоть отбавляй. Почему Святослав упорно не идет в Киев? Чего-то боится. Откуда у печенегов, обычно не отличавшихся долготерпением, столько упорства? Непонятно. Поначалу во всем винили коварных византийцев. Ну, мол, они коварные заплатили печенежскому кагану кури за смерть Святослава. Но эта версия быстро рассыпалась по причине элементарной нехватки времени для проведения такой сложной и хитроумной комбинации. Очень красивую теорию по этому поводу предложил сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой Лев Николаевич Гумилев, советский историк и востоковед. По его предположению, заговор на Святослава возглавлял его сын Ярополк. Таким образом, Ярополк, сторонник христианства, убирал с игровой доски своего отца Святослава, сторонника язычества. В эту версию отлично вписывается и Акимовская летопись, по записям в которой смерть Святослава объявлялась Божьей карой за якобы им разрушенную церковь и гонение на христиан. Но опять, вот опять неувязки, нестыковки. И Акимовская летопись историками давно признана поддельной, то есть написанной гораздо позже описываемых в ней событий, и датируется 17-18 веками. Самого оригинала никто не видел, и полной версии никто не издавал. Некоторые отрывки этой летописи были переписаны, и в мае 1748 года попали в руки Татищева. Все сведения об истории текста исходят также от самого Татищева. В целом, в историографии 20 века и Акимовская летопись считалась наиболее сомнительным, из так называемых Татищевских известий. Но при этом сложилась практика, допускающая осторожное, с обязательными оговорками, обращение историков к ее сведениям. По другим историческим источникам, христианская церковь действительно существовала и действительно была разрушена до 980 года. Но что она разрушена именно Святославом, об этом с достоверной точностью говорить не стоит. Но сторонники классической исторической версии могут воскликнуть. Ну а кто же еще? Ведь достоверно известно, что именно Святослав сидел на княжьем престоле в то время, и именно он, в отличие от его матери, княгини Ольги и сына Ярополка, был ярым сторонником язычества. Да, конечно, известно. Но известно именно по летописи Нестора. А тут опять приходит на ум характеристика, данная Татищевым монаху Нестору. Напротив, в книге Маура Арбини, изданной первый раз в 1601 году, есть такие строки. После смерти Ольги правил ее сын Святослав, шедший по стопам матери в благочестии и вере. Это говорит хотя бы о том, что историки, описывая события 9-10 веков, пользовались и другими источниками, кроме повести временных лет. Ну и если чуть-чуть подумать, то очень странно выглядит семья, где мать и старший сын Святослава – ревностные христиане, а сам он – заклятый язычник. Но если считать запись Арбини истиной, а я уже отмечал, что нельзя слепо доверять только одному источнику и отметать остальные. То есть мы просто обязаны рассмотреть и этот вариант. Итак, Святослав, как и его мать, ревностный христианин. Тогда его поведение на Днепровских порогах можно объяснить тем, что Святослав опасается угрозы из Киева, но исходит эта угроза не от христианской партии Ярополка, а от языческой партии Владимира, который принадлежал и бросивший князя воевода Свинельт. Получается, что в Киеве готовится языческий переворот, и необходимо было убрать ревностного христианина Святослава, что и было сделано руками печенегов. И, наконец, есть летопись, в которой прямо сказано, что Святослав совсем не был против крещения. Все остальные события отлично вписываются в версию христианина Святослава. Владимир убивает своего брата, христианина Ярополка, и устраивает языческое капище в Киеве. И именно по приказу Владимира была разрушена христианская церковь, фрагменты которой легли в основу этого языческого святилища. Ну, а кому понадобилось делать из Святослава язычника, не так и трудно догадаться. Впоследствии, когда писалась история Владимира Крестителя Руси, все должно было с него начинаться и им же заканчиваться. Причем желательно было иметь фигуру, на чьем фоне князь Владимир выглядел бы еще эффектнее. Если сделать изогие язычницу в любом случае не удалось бы, слишком много свидетельств о ее крещении, то со Святославом все проще. Достаточно мало свидетельств о его жизни, да и смерть вдали от глаз явно способствовали созданию образа ярого язычника и противника христианства. Вот так, разбирая каждый известный истории шаг и подвергая его тщательному изучению, сравнивая все известные факты и не зацикливаясь на одном из них, мы получили полную картину того, не как было, а как могло происходить крещение Руси. Где-то в нашем рассуждении и находится истина. На этом я свой обзор заканчиваю. Продолжение смотрите в следующем. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова